И большую часть своей жизни Бельчонок прожил не в лесу, а в квартире. Для него это удача. Если бы глава семейства Николай Дудченко не увидел под деревом малыша, он бы скорее всего погиб. Маленькие Бельчата, если что-то случилось с мамой, она погибла или он выпал из гнезда, они конечно сами в природе выжить не могут. У него еще были закрыты глазки, он был совсем-совсем маленький. Из-за переохлаждения у него началось воспаление легких, пришлось его очень долго лечить. Бельчонок вырос буквально за пазухой у Анны. Малышу требовалось тепло и специальное питание, кормление каждые два часа. В рационе козье молоко или кошачьей смеси к двум месяцам Нафаня стал самостоятельнее и попробовал первые семечки и зернышки. А сейчас ему и грецкие орехи по зубам под запретом миндаль и арахис. В обязательном порядке у белок есть косточки. Вот видно, насколько он его обгрызает. Косточки заменяются достаточно часто. И дальше от сушеной тыквы корочки граната. Обязательные меловые камни. Вот видно, как белка их грызет. И также должны быть установлены обязательно солевые камни. Как белка в колесе. То есть играючи это знает любой белковод. Нафаня скучать не любит. Развлечений у него много. Можно примерить модные наряды, связанные бабушкой. Или погоняться за игрушками. А еще лучше привлечь к игре хозяина. Он считает, что человек это его личное дерево. И вокруг него можно очень быстро на безумной скорости бегать. Белка – милый общительный зверек. А еще это ободранные обои. И не только. Кроме того, ее невозможно приучить к лотку или пеленке. И с дверями нужно быть аккуратнее. Скорость перемещения питомца с кисточками на ушах часто недооценивают. Белочка бегает с такой скоростью, что нас спасает только колесо. Поэтому белок нельзя держать в маленьких помещениях и в маленьких клетках. Белкам обязательно нужен либо какой-то балкон, либо какой-то большой вольер. Но держать белку в маленькой клетке, как шиншиллу или как какого-нибудь хомячка, нельзя. Совершенно недопустимо. Просыпаться с первыми лучами солнца и доставать из горшков с комнатными растениями, сделанные на зиму запасы. Владелец белки должен быть к этому готов. Впрочем, самое главное, о чем нужно помнить – это не игрушка, а живое существо, за которое он теперь в ответе. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова